В глубине таежных лесов, на берегу величественной и своенравной реки Уба, тихой жизнью живет небольшое поселение Карагужиха, получившее свое название от одноименной реки, протекающей неподалеку. Говорят, что здесь живут потомки староверов, которые нелюдимы и избегают встречи с непрошенными гостями. Этот таежный уголок, будто таинственная гиперборея, манит к себе путешественников и открывателей родного края, готовы их проделать нелегкий путь, чтобы хоть ненадолго окунуться во все прелести таежной жизни. Посетив по дороге в таежное поселение заброшенный рудник близ горы Снегириха, останавливаюсь на ночлег на берегу реки Карагужиха. Знакомство с одноименным названием реки-поселением оставляю на завтрашний день. Пыльная тяжелая дорога, экскурсия по Снегирихинскому руднику и палящее солнце оставили без сил. С большим удовольствием занял бы сейчас горизонтальное положение и проспал до самого утра. Увы, бытовые хлопоты никто не отменял даже здесь. Нужно набрать воды, освежиться в прохладных водах Карагужихи, постирать вещи и приготовить ужин. Все это лучше успеть сделать, пока не стемнело. Как только солнце начнет скрываться за макушками деревьев, со всех сторон начнут атаковать полчища кровососущих, с которыми нам еще предстоит как-то уживаться. Плотно поужинав, отправляюсь изучать близлежащие к месту стоянки окрестностей. Иногда под ногами попадаются неопознанные предметы, словно с неба свалившиеся в русло Карагужихи. Кроме шума реки, раздающихся из глубины тайги звуков, тишину и покой нарушает жужжание слепней, писк комаров да мошки. Вся эта бесчисленная артиллерия не столько причиняет боль своими внезапными укусами, сколько действует на нервы. Поэтому для меня первым барьером пребывания в подобных условиях стала психологическая выносливость, которой хватило буквально на час. Устав отбиваться от крылатых грызунов, обустраиваю в уазике место ночлега и закрываю двери изнутри на замок. Скорее больше для самоуспокоения, чем в качестве меры защиты от непрошенных гостей. Утром к назойливым насекомым добавилась вереница из облаков, затянувших голубой небосвод. День обещал быть дождливым. Искусанные комарами вчерашним вечером, сегодня применяю новую тактику. Под капюшон надеваю москитную сетку, найденную в коробках со шмурдяком. А перчатки надеваю прорезиненной стороной вверх, чтобы во время съемки, пока держишь в руках камеру, не испытывать дискомфорта от впивающихся в тыльную сторону ладони комаров. Сегодня мне предстоит знакомство с населенным пунктом, история которого насчитывает более трех веков и окружена множеством историй, среди которых порой не разберешь, где правда, а где вымысел. Собравшись с мыслями и набросав примерный план действий на день грядущий, покидаю уютное место ночлега на берегу Карагужихи и отправляюсь в путь. Волнительный момент. Впереди показались первые домики, потрепанные временем и доживающие свой век. Отложив в сторону камеру, проезжаю по главной улице до самого берега Убы. Очень хочется увидеть таежную речку во всей своей красе. Своенравная таежная река встретила меня моросящим дождем. Об этой речке, петляющей межгорных цепей, можно поведать не одну интересную историю, и я обязательно расскажу вам о ней. Пока же все мои мысли заняты поселением, которое в XVIII столетии основали православные староверы, скрывавшиеся от произвола государственных и церковных властей. Своё пристанище хранители древних обрядов и традиций своих предков нашли в этом труднодоступном таежном уголке, расположенном на берегу реки Уба. Тайга дала беглецам приют и укрытие, помогла сохранить и сберечь свою веру. Долгие годы кормила и обеспечивала людей всем необходимым для жизни. В наши дни поселение староверов напоминает заброшенную деревеньку, хотя на сегодняшний день Карагужиха считается поселком городского типа, входящим в состав Малоубинского сельского округа. Активные гонения на старообрядчество со стороны советской власти в 20-30-х годах прошлого столетия, связанные с широко развернувшейся коллективизацией и борьбой с кулачеством, привели к миграции староверов из наиболее отдаленных поселений долины реки Уба. А плотом для беглецов стали села, расположенные ближе к Усть-Каменогорску, в том числе и Карагужиха, к концу 80-х годов прошлого столетия, оставшиеся единственным населенным пунктом в среднем течении Убы. О том, что спасло поселение староверов на Убе от исчезновения, действовавший здесь долгие годы участок лес-промхоза или та вера, которую старообрядцам удалось сберечь и сохранить до наших дней, сегодня остается лишь догадываться. Сегодня, не владея необходимой информацией, довольно сложно сказать, что Карагужиха – то место, где вера и традиции староверов хранятся и в наши дни, пускай уже не в той мере, как раньше. С виду вполне современный поселок с тарелками спутникового телевидения на крышах домов электричеством, но что-то необъяснимое витает в воздухе. За все мое пребывание здесь я повстречал лишь пару человек, с которыми удалось мне пообщаться. Сниматься на камеру они отказались, то и дело во время разговора, показывая в ее сторону и спрашивая, не записываю ли я наш разговор. При этом, снимая кадры поселка, старые домики, огороды, я постоянно ощущал на себе чей-то взгляд. Но как бы ни вглядывался в занавешанные окна домов и не присматривался к явно ухоженным дворам и огородам, так никого и не увидел. Лишь после того, как отходил я от дома подальше, слышал чьи-то разговоры. Несильно помогла и взятая с собой книга, на страницах которой красовалась фотография местного жителя – Ивана Абрамовича Гусева, память о котором сохранилась даже после его ухода из жизни. Местные жители, с которыми посчастливилось мне пообщаться, завидев знакомое лицо на страницах книги, немного оживлялись, но вскоре вновь надевали маску настороженности и закрытости к чужаку. Вот и думай после этого, правда, или вымесил все те истории о староверах, потомки которых еще якобы живут в далекой Карагужихе и не рады непрошенному гостю. А так хотелось узнать побольше о тех людях, которые, несмотря на гонения со стороны властей, сумели донести свою веру до наших дней. Гусевы, Егоровы, Немцевы, Дмитриевы. В наши дни со словом «староверы» люди связывают какой-то мистический смысл, ведь о них известно не так уж и много. Одни считают, что староверы – это люди с примитивным образованием, придерживающиеся устаревших способов хозяйства. Другие думают, что староверы – это люди, исповедующие язычество и поклоняющиеся древнерусским богам. На самом же деле все эти домыслы лишены всякого смысла. А о староверах вкратце можно сказать, что это православные христиане, отвергающие церковную реформу середины XVIII века, смысл которой заключался в якобы унификации богослужебной традиции и книжной справе – исправлении накопившихся ошибок славянского перевода священного писания. Будучи несведущим и далеким от учения о старой вере, мне остается лишь гулять по поселку и его окрестностям под накрапывающим дождем, внимательно вглядываясь в окна домов в надежде, что ярко-рыжий дождевик привлечет чье-то внимание, и мне, наконец, представится возможность сказать, что я пришел сюда с миром. Как-никак, а здесь я – гость, и нарушать местных устоев не намерен. А быть может, тот факт, что мне не удалось толком пообщаться с местными жителями, является одним из тех устоев, которого придерживаются современные жители Карагужихи. Хотя немногочисленным исследователям старины все же удалось собрать ценную информацию о ключевых датах и географии расселения староверов в долине реки Уба, была даже составлена примерная карта-схема их расселения в районе поселка Карагужиха, расположенного на берегу Убы. Ближе к полудню погода окончательно сменила вчерашний зной на сырость и прохладу. Без конца моросящий дождь сильно осложнял съемку. Несмотря на плотный и добротный дождевик, который не так уж часто пригождался мне до этого, ноги промокли насквозь. Штаны можно было отжимать прямо на ходу, но несмотря на все эти неудобства, желание запечатлеть как можно больше кадров отдаленного таежного уголка, в котором и по сей день живут люди, было сильнее. Наверное, издалека я был похож на лазутчика или шпиона, производящего обследование местности. На деле же в глубине души я все еще надеялся на то, что мой непрошенный визит в эти края приведет к новым знакомствам и интересным рассказам о том, как противники церковной реформы середины XVIII века смогли выжить в столь суровых местах, сумев сохранить свою веру. Сегодня современный мир погружается в хаос. Избыток информации и ее легкая доступность создают плодородную почву для управления человеческим сознанием и изменением исторических фактов событий. Сегодня люди без труда и угрызений совести меняют свои убеждения, и порой доходит до того, что нет единого понимания происходящего между родней и в семье. Все эти разногласия лишь на руку определенным группам лиц, от которых в свое время скрывались староверы, долгие годы преследуемые государственными и церковными властями, но несмотря на все сложности, сумевшие сохранить свою веру и не отступившие от своих взглядов. Нашедшие свой приют и защиту в потаенных уголках глухой тайги, эти люди доказали, что человек может жить где угодно и не зависеть от современных государственных институтов. Но самое главное, на своем горьком примере хранители старой веры показали всему миру, что мирилась счастливой и успешной жизнью эта свобода, что человек всего лишь винтик в мощной системе, которая в одночасье способна изменить все то, во что на протяжении долгих лет верили наши предки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok